Ну что, все обосрались, ну давайте разбираться. Всем привет, вы на канале CryptoCommons и наконец-то долгожданная коррекция, ура! Но, конечно же, доля сарказма есть в моих словах, я понимаю, что многие, наверное, не ожидали и многих, возможно, даже смыло. Короче, смотрим, смотрим сюда и понимаем следующую вещь. За день, вот мы видим, у нас просадка на 10% по битку, хотя в моменте он падал на 20. Вот у нас тень свечи падала аж на 51.500. Но, тем не менее, отскочил обратно вот уже на 56. Эфир на 10%, BNB на 11%, Cardano на 13%, Ripple на 20%, ну и так далее. Но, обратите внимание, если мы посмотрим за 7 дней, то глюк какой-то нереальный. Слушайте, я не понял, в чем прикол, он показывает плюс 1500% на всем. Это глюк. Короче, Coin360 глючит, но, смотрите, если мы посмотрим за 7 дней, то тот же эфир все еще в плюсе на 6%. Dogecoin в плюсе на 354%. Bitcoin Cash в плюсе на 34%. Ну и так далее и тому подобное. Мы можем смотреть, VeChain. Так что, всегда отдаляйтесь и понимайте, что все на самом деле не так плохо, как мы себе представляем. Эфир Classic в плюсе на 76%. Вот. Dash даже в плюсе на 9% за неделю. Так что, такой расклад. А если посмотреть за месяц, то там еще все круче. Смотрите. Ну, во-первых, давайте разбираться, начало ли это большей коррекции, или это просто вынос лонгистов. Потому что лонгистов, как мы видим с вами, исходя из этого графика, вынесли очень прилично. На 4,6 биллиона, как Тонвейс говорит. На 4,5 миллиарда бачей вынесли лонгистов. По разным биржам. Включая Binance, BitMix, ByBit, Deribit, FTX, Huo, BioKix, BitFenix. Это еще не считая Femix, Dudex, видимо, и Poloniex. Ну, не суть. Что мы можем сказать тут? С одной стороны, это хорошо. Long squeeze. Это значит, что все. Всех вытряхнули с рынка, и вроде как есть топливо лететь дальше. Сейчас еще тем более, что будет. Сейчас все зашортят. Сейчас уже все перевернулись в медведей. Я читаю чат, и уже все пишут. Ну все, это начало большей коррекции. Давайте, кстати, отдалимся. Посмотрим на дневки. Вот. Начало большей коррекции. Вполне возможно, кстати, что по BitCoin это начало большей коррекции. И все перевернутся в медведей. Все, кто здесь лонговал. И начнут шортить. И вот тут-то это будет самая большая ошибка их жизни, скорее всего. Потому что мы плавно-плавно перестанем падать. Не дадим никому заработать. Ну, может, на 40 с чем-то тысяч сходим. Но потом, вы понимаете, что будет. Скорее всего, дисклеймер, не финансовый совет. Но, скорее всего, мы поконсолидируемся и улетим дальше наверх. Через какое-то некое накопление. Такое или такое. Не важно. Поэтому, смотрите, и еще вторая вещь. Вчера в стриме я говорил, что для доминации Биткоина, точнее, для альткоинов, это даже хорошо. То есть, да, вчера я вас предупреждал, что мы увидим отскок по доминации, вероятно. Вот мы видим отскок по доминации. Сейчас в какое-то время, в краткосроке, видимо, Биткоин покажет большую силу, чем альткоины на падающем рынке. То есть, это что значит? Что Биткоин будет падать чуть менее существенно к доллару, чем альткоин. И, соответственно, его доминация отрастет. Но, я практически уверен, что она отрастет не сильно. Отрастет она куда-нибудь вот до этой сетки. И, скорее всего, отвергнется, и мы полетим дальше. Потому что, ну, альтсезон еще не закончен, ребята, это точно. Тот же Dash USD, если мы посмотрим. Ну, не может он остановиться на 400 долларов в этом цикле. Ну, просто не может. Несмотря на то, что он уже слетал на 200 с чем-то. То есть, почти в два раза сложился. Тем не менее, он ударился о сетку, как вы видите. И вполне возможно, что сейчас полетит дальше-обратно через накопление. Не может он тут закончить никак по теханализу. Хотя, опять же, смотрите, если посмотреть на дневки, у нас тут образовался медвежий дивер в RSI. Как бы это значит, что в краткосроке, скорее всего, нас ждет еще какой-то корректоз перед продолжением роста. Вот. А не может очень просто. Потому что, смотрите, недельные графики. Вот. Ну, какой тут? Ну, может, конечно, в теории. Может это быть мини-пузырь и все. И скам-крипты полный, как бы. Ну, чуваки. Но это должна быть тогда вообще рецессия по всем рынкам и укрепление доллара. Хотя этого невозможно фундаментально себе представить. Потому что доллар скамится больше всего сейчас. То есть, по идее, крах по всем рынкам, по фондовому, тоже, наоборот, должен крипторынок затузимунить еще больше. Мы с вами это знаем. Поэтому все тут на самом деле ок. Теперь, смотрите, давайте пробежимся по всем биржам. Посмотрим, какой был курс. Потому что это важно. Как мы уже видели на битстампе, биткоин падал до 51.500. На бинанс фьючах биткоин падал до 50.50. Видите? До 50.000. Понимаете, да, какая арбитражная возможность была? На полониксе мы падали всего до 52. Ну, до 51.700. Хорошо удержался курс на полониксе. Хотя обычно на нем сопли более резкие. На байбите мы падали на 51.700 тоже. Посмотрите, как байбит четко держит. Байбит, битстамп, полоникс. Бинанс провалился на полторашку ниже. На фемиксе мы тоже падали на 49.900 аж, посмотрите, тенью. На фемиксе мы не удержали 51.500. И на дюдексе я был очень удивлен, что на дюдексе мы тоже удержали аж 52.000, смотрите. На дюдексе обычно самые сильные проколы. Так что даже не знаю, с чем это связано, но это так. Теперь смотрите, кто не рассчитывал риски и кого ликвиднуло. Я уверен, что такие есть. Ребята, ну, во-первых, делайте выводы сами, извлекайте из этого уроки. А во-вторых, крутите краны, потому что краны это всегда в плюс. И они потихонечку надают. И все те, кто смеются и говорят, что краны дают по копейкам. Чуваки, ну вот я кручу краны уже 6 лет. И ничего они не по копейкам дают, потому что эти копейки через годы, они становятся миллионами, реально миллионами. Как бы я крутил раньше, я с фрибиткоина накрутил миллионы сатоши, понимаете? И теперь эти миллионы сатоши стоят уже достаточно хороших денег. Вот, и соответственно, кто хочет крутить краны, в описании видео, вот, бесплатно дающие краны, все ссылки на все краны. Если вы их будете каждый нажимать, вы реально накопите дофига крипты через время. Теперь по поводу трейдинга. Я вчера закрыл часть профитов и говорил об этом в стриме. Закрыл часть профитов с ATC, с биткэша. Дэш пока держу, добираю, потому что верю, что он будет выше. Добрал чуть-чуть стеллара. Но суть в чем? Я хочу сказать, очень важно забирать профиты, потому что, смотрите, вот у меня сейчас, конечно, есть минус, потому что я все еще в сделке. Но он уже не такой значительный минус, если посмотреть на общий плюс, допустим, за 7 дней. То это вполне адекватная просадка, я считаю, на 10% от профита. Если бы я не зафиксил вчера профиты, этот минус был бы уже где-то, наверное, на 40% от профита. Так что очень важно. Если вы видите хорошую прибыль, обязательно забирайте часть ее всегда, потому что вы не знаете, до куда это дойдет. Но, опять же, я здесь торгую не к доллару, а к битку на бинансе, поэтому я не вижу особых предпосылок сейчас того, чтобы альт-сезон к битку заканчивался, потому что он только-только начался. Доминация только-только посыпалась, и альты только-только поперли старые. Чего не скажешь о новых альтах, которые уже на хаях. Как бы я в стриме вчера говорил, посмотрите, не хочу повторяться. Мы как бы, смотрите, варианты всегда такие. Сейчас мы можем отскочить до сетки, отвергнуться от нее, уйти еще ниже, потому что, ну, наверняка вряд ли это был финал. Хотя, может быть и финал. Сейчас, опять же, все будут ждать жесткой коррекции, понимаете? А ее может и не быть. Мы сейчас можем очень бодро вот так вот назад вернуться и сразу зато взымунить. Поэтому развилка очень интересная. Как бы в целом глобальный тренд наверх. На дневке мы прокололи сетку EMA Ribbon, то есть в теории мы можем еще сейчас ниже упасть. Но на недельке, давайте посмотрим, где у нас ультимативная поддержка. На недельке мы можем с вами упасть хоть на 42, хоть даже на 29 или там 30 тысяч долларов. И все равно сохранять бычий настрой. Потому что сетка поддержки находится вот здесь. Так что, смотрите, сейчас может быть все, что угодно. Но в целом, может быть и продолжение коррекции еще к более нижним уровням. Я думаю, что вот здесь альты себя уже покажут хорошо, как минимум к биткоину, как минимум к биткоину. А значит и к доллару будут вести себя лучше. Ну, дисклеймер, не финансовый совет. Вот, видите новости, цена биткоина упала на 10%. Тон Вейс как раз говорит, что все, паника на рынке. Вот, видите, то же самое, что я вам говорю. А сам говорит, хороший момент для покупки. Ну и действительно, ведь мы с вами всегда ждем коррекции, чтобы докупиться, правда? И когда коррекция приходит, нам становится страшно докупаться. Поэтому, ребят, смотрите сами. Реально, если вы вот тут часть купите, и он упадет еще ниже, будьте готовы там еще часть купить. Даже если он потом упадет еще ниже, что уже будет менее лет, вы тут еще часть купите. То есть у вас должно быть всегда либо кэша, USDT там, да, чтобы докупиться, либо маржи свободные. То есть если вы торгуете в маржине, не берите сразу плечи. Возьмите вот здесь третье плечо, а здесь возьмите второе плечо. Я об этом говорю в видео, как работает рынок, как на нем заработать. Посмотрите обязательно. Если вы так делаете, то вы усреднитесь, у вас средняя цена входа будет здесь, и вы моментально окажетесь в хорошем плюсе. А если вы сейчас зайдете на всю котлету вот здесь, то вы будете потом в минусе, если он упадет. Вам будет страшно, и вы здесь выйдете или по стопу, или руками выйдете. Не знаю, такая простая математика, она всегда работает на самом деле. Ну и еще хочу сказать, что на нашей любимой бирже Bybit новые суперакции. Во-первых, второй этап состязания, персонального состязания, семидневный челлендж. Кто не в курсе, вот сейчас идет регистрация. Вот здесь у вас кнопка регистрация, вы на нее нажимаете, ссылка в описании видео, по ней переходите, идете на этот челлендж. Так что вот, тут короче кнопка регистрация, вы ее нажимаете, и суть турнира в том, что вы можете торговать чем угодно, вам надо иметь на депозите в эквиваленте 0.01 BTC, то есть миллиона сатоши, любой монеты, хоть эфира, хоть рипла, и торговать тоже любой. И в зачет идет все. Прикольный турнир на самом деле, первый этап уже был, я там небольшой профит взял, но ничего не выиграл, так что можно попробовать в этом. Переходите по ссылке, регистрируйтесь. И также у них еще новая тема, бустер активов, начнется 22 апреля, то есть вы можете получать, грубо говоря, получить ваучер на доходность, и держать там BTC или USDT, и получать дополнительные проценты на свой депозит. Тоже интересная тема, ознакомьтесь. Так что вот так вот, ребятушки, чего можно сказать, торгуем аккуратно, не жадничаем, подписываемся на канал, ставим лайк, и обязательно посмотрите вот эти видосы на канале, я что-то вообще не понял. Вы вроде всегда пишите, спасибо за переводы, топ-контент, в итоге смотрите, какая странная статистика. Мои видосы по альтсезону, вон, просмотров там по 10 тысяч, а переводы, офигеннейших чуваков, таких как Crypto Daily, по 3 тысячи всего просмотров. Понимаете? Поэтому, гляньте, короче, на канале, у нас очень много интересных видосов, которые вам надо заценить. А если вы не видели наш ночной альтстрим про отскок доминации, который сейчас происходит точно, как я вам и говорил, экзактли, как я вам и говорил, то тоже посмотрите его. Да, и подытожу в сухом остатке мысль, что, смотрите, по факту, да, мы сейчас с вами разбирали, что будет еще более серьезная коррекция, может быть, но, по факту, ликвидированы почти все лонги. Ликвидировано 98, наверное, процентов лонгов маржинальных. Поэтому, смотрите, может быть, что, что лишних пассажиров из ракеты выбросили, никто не верит, сейчас все перенутся в медведей, будут думать, что надо шортить, зашортят, а мы просто сделаем вот такой овершут еще выше, чем мы были. Может такое быть? Может. Поэтому, дисклеймер, нефинансовый совет, будьте осторожны и не исключайте вот такой вариант тоже. Если будете пробовать это лонговать, подпирайтесь стопами, либо не жадничайте с плечами. Все, с вами был Флау Лаунж, Грин Джо, это канал Крипто Коммонс. Спасибо, что смотрели. Всем профита. Не забудьте добавиться к нам в телегу. И все будет хорошо. До скорого. Пока. Субтитры подогнал «Симон»